В Украине, да, как и во всем мире, статистика смертности очень зависит от сердечно-сосудистых заболеваний. У взрослого населения это причина смертности номер один. Человек, который нуждается в помощи, он может выжить в той ситуации, если у кого-то есть желание оказать помощь. К сожалению, я столкнулся с этой ситуацией зачастую, люди не стремятся оказать помощь или бывают такие ситуации, когда человек просто боится оказывать помощь. Вот в ситуации, когда человек просто проходит мимо пострадавшего, шансов у него нет. Его просто лишают шансов. Если у простого прохожего хватает желания, знаний и понимания ситуации, он вызовет кого-то более компетентного в этой ситуации, это уже очень большая помощь. Если же человек, который подошел первично и способен действовать быстро, он обучен этому на курсах первой помощи, что он может сделать? Он может определить, насколько безопасно в этой ситуации, он может определить, в сознании ли человек, есть ли возможность контакта с ним, и он может определить, нужна ли ему дополнительная помощь, и при отсутствии сознания уже проверить, жив ли он. Либо при отсутствии дыхания, эта информация все равно передается на скорую помощь, в идеале, а в некоторых местах, так сказать, Украины, это уже технически возможно, начинается поиск автоматического наружного дофибриллятора. Это аппарат, который способен проанализировать, как работает сердце человека. При задействии вот этого алгоритма у человека шансы на выживание, по сравнению с ситуацией, когда просто вызвали скорую и ждем, вырастают, по статистике Европейского совета реанимации, эта цифра может достигать до 70%, если действия были оказаны вовремя, немедленно, в ближайшие 2-3 минуты. Те тренинги, которые мы проводим, мы начали проводить в Харькове буквально с конца прошлого года, это сертифицированные тренинги. Что там дается на этих курсах? На курсе Basic Life Support, или основы поддержания жизни, отрабатываются навыки, которые человек тренирует в сценариях, симулируя реальную ситуацию. Как правило, эти курсы направлены на то, чтобы люди не боялись оказывать помощь, показать, как это просто, как это может быть эффективно, для того, чтобы люди, которые нас окружают, дали шанс в том числе и нам. Мы же живем в обществе, да, и поэтому мы взаимосвязаны все. В каком-то смысле это вопрос безопасности той страны, в которой мы находимся. Существует еще такая цифра, как 1 минута минус 10%. Каждая минута промедления лишает человека из 100% сразу минус 10%. И, соответственно, тут вот вопрос идет очень важный, того самого временного фактора. Чем быстрее и без вот этих вот пауз будет оказана эффективная помощь, тем выше шанс. Сертифицированный тренинг отличается от не сертифицированного тем, что он проводится по жестким правилам, которые установил Европейский Совет Реанимации. Или, например, Американская Ассоциация Сердца. Или, например, American College of Surgeons. Вот у них есть программа, они сертифицируют инструктора, если он будет проводить эти курсы соответствующим образом. И на курсе тогда уже все будет происходить по этому установленному регламенту. Те же курсы, которые могут быть не сертифицированы, они проводятся уже на усмотрение самого инструктора. Ведь даже если студент мечтает стать кардиохирургом и спасать человека в условиях операционной, нужно как минимум, чтобы где-то на улице при остановке сердца рядом с ним оказался человек, который ему продлит жизнь до того момента, пока его заберет скорая и привезет в больницу к этому кардиохирургу, который ему будет уже решать его проблему. Цепочка выживания должна быть прочная на каждом своем этапе. Иначе, сами понимаете, где слабое звено, где бы оно ни оказалось, цепочка рвется.